Семья – хранитель традиций. В этой номинации семейство Шестаковых из Ешкаралы стало лучшим на региональном этапе конкурса «Семья года 2021». Теперь им предстоит защищать честь республики на федеральном уровне. В этой семье чтят традиции и приобщают к этому детей, а их у супругов трое. Чем живут Шестаковые и какие традиции они хранят, расскажем в следующем материале. В семье Шестаковых 14 лет. Мама, папа, сын и две дочери. Все свободное время стараются проводить вместе. По возможности завтрак, обед и ужин за одним столом. На выходных вместе готовят сладкую выпечку, торты, пироги и печенье. На кухне члены семьи делятся своими успехами и переживаниями. За 14 лет семейной жизни у Шестаковых появились свои традиции. Но не забывают о тех, что передаются из поколения в поколение. Например, по женской линии сохраняют длинные волосы. Так у мамы Олеси, ее бабушки, прабабушки, а также дочери красивые косы. А по мужской линии традиция – военная служба. В отношениях для меня в первую очередь важно это доверие, честность, порядочность и открытость. Помощь друг другу, когда это необходимо. И даже когда нет в этом нужды. Детей мы стараемся учить всему тому, что мы умеем сами, чтобы они были хорошими людьми в будущем. Поэтому вот стараемся. Ярослав – старший ребенок в семье. Он играет на гитаре, хорошо учится, занимается боевым самбо. За достижения в спорте мальчик получил множество медалей и наград. Сейчас ими увешано полстены в комнате. Если сильно захотеть, то можно успевать все, отмечает Ярослав. Ему всего 13, но уже знает, чем займется после школы. Я, когда закончу школу, я хочу стать военным летчиком. Мне так захотелось, потому что я увлекаюсь небом, а военным летчиком, потому что продлевать нашу, можно сказать, реликвию. А это самый младший член семьи Маша. С ее 3,5 года она уже неоднократно победитель музыкальных конкурсов и фестивалей. Интересно, что вся семья Шестаковых творческая. Папа и Ярослав играют на гитаре, Маша поет, Ульяна, старшая дочь, предпочитает фортепиано. Кстати, помимо музыки, у Ульяны есть еще одно хобби. Она создает марийские костюмы из подручных средств. Например, платья из мешка и фантиков, которые девочка украшает традиционными вышивками. Вышивки нам помогали, рассказывали про, что означает каждый орнамент. И мы начали понимать и делать на марийских костюмах. Мы участвовали в многих конкурсах, где получали только первые места. Это была очень интересная тема, так как мы живем в Мариэл. И всем она очень нравилась, и все были в восторге, когда видели на выставках мои работы. Шестаковы любят свой родной край, поэтому периодически все вместе ищут приключения и путешествуют по Мариэл. Ездят на родники, посещают районные музеи, ходят в походы. Счастье – это когда мы все вместе. Когда мы вместе, когда мы едины. Это для меня огромное счастье. Мне очень радостно наблюдать, что мои дети заинтересованы не только сидеть дома в телефоне или погулять, а то, что каждый чем-то занимается, у каждого свои интересы. Причем мы поддерживаем друг друга. И Ульяна научилась вышивать. Мне вообще самой нравится вышивать. Я не так давно тоже занялась марийской вышивкой. Ну и Ульяна меня подхватывает. Также и Маше смотрю, что ей нравится и петь, и музыкальные инструменты. Мне очень приятно то, что у каждого есть свои интересы. В любой большой семье, конечно же, не всегда царят согласия и мир. Именно традиции – старинные они или новые – часто помогают сгладить острые углы, собирая вместе маленьких и взрослых, объединяя поколения, прививая детям семейные ценности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!